Мы находимся в деревне Протасово. Здесь, на футбольном поле, развернется настоящий конный праздник. Показательное выступление, каткур, хобби-хорсинг – такой формат здесь впервые. Давайте вместе узнаем, что ждет гостей. Спортивное мероприятие посвящено Всемирному Дню Русского Единения, которое отмечают 21 сентября. Праздник учрежден для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей России. Каждый из участников конного шоу был одет в костюмы разных исторических эпох. Это и гардероб Петровских времен, и гусарская форма XIX века, и современная экипировка наездников. Само место проведения исторически обосновано, считают организаторы. Мало кто знает, что знаменитый стихотворение Бородино, который он написал в честь 25-летия Бородинского сражения, оно родилось на самом деле именно здесь, на этой земле. Все наши выступления мы так или иначе посвящаем Лермонтову. Главным событием праздника стали соревнования по конкуру. Это молодой, но при этом один из самых зрелищных видов конного спорта. Ему едва исполнилось 100 лет, но с первых дней своего исторического исчисления он завоевал популярность у спортсменов. Дисциплина представляет собой преодоление препятствий разной сложности и высоты по определенному маршруту. Участие в состязании приняли 15 всадников из трех команд. Это кавалерийская школа «Гусар» из ФОКа номер 2 в деревне Огуднево, конный театр дома культуры «Заречный» и конный клуб «Полет» из Павловского посада. Только длительная подготовка, навыки коня и слаженность работы пара «Человек-лошадь» способны привести к высокому результату. Именно эти качества и продемонстрировали спортсмены. Также зрители ждали показательные выступления по фланкировке, искусству владения шашкой, вольтежировке, гимнастическим и акробатическим упражнениям на лошади, а также по дрессуре коня. А самые юные участники могли попробовать себя в хобби-хорсинге. Сперва может показаться, что это простая детская игра, но на самом деле это профессиональный вид спорта, который соединяет в себе легкую атлетику, художественную гимнастику и элементы конного спорта. Но без участия живых коней. Несмотря на то, что хобби-хорсинг еще не признан официальным видом спорта, его польза для юных наездников уже доказана. Он развивает координацию, творческие способности, фантазию и физическую силу. Пешим всадникам, именно так принято называть хобби-хорсеров, предстояло пройти тот же маршрут, что и участникам конкура. И несмотря на свой юный возраст, ребята справились. А пока жюри подводило итоги конкурсной программы, опытные участники продемонстрировали свои выступления по конкуру с более высокими препятствиями. Завершился праздник торжественным награждением победителей соревнований. Зачет шел по личному и командному первенствам. Также выбрали призеров специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Победителями в личном первенстве стали Софья Миняйлова и очередняя Анна – фок номер два. Победу в командном первенстве одержала команда из нашего округа – кавалерийская школа «Гусар». Честно, это неожиданно, потому что я думала, что я не выиграю. Я очень боялась сначала идти на него. То есть я боялась с ним прыгать, но мы хорошо прошли, и я очень рада. «Хаммер» вообще шикарно прошел. Организаторы спортивного праздника в Протасове расширяют его географию. Конное шоу пройдет в Центральном парке культуры и отдыха в Щелкове уже 12 октября. Катерина Куцева, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение. Катерина Куцева, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.